Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Второй сезон, пятая юбилейная серия. В общем-то мы начинаем. Итак, друзья, какие у нас планы на сегодня? Поле 5 мы не убрали в прошлый раз и оно походу у нас созрело, по крайней мере сейчас тут появилась именно стадия созревания желтого цвета, не можно косить, а стадия созревания, в общем-то урожай созрел. Поэтому у нас сегодня будет еще одна попытка убрать наш лучок, поставить в работу. Плюс, друзья, можно начинать готовить к посеву 31 и 13 наши поля. 13, увы, надо еще и вспахать будет. В общем-то, все это дело нужно удобрить. Нужно 13 вспахать, 31 прокультивировать и, соответственно, потом еще раз все это дело удобрить и засеять. Ну и потом уже в зависимости от того, что будем сеять, удобрить или не удобрить. В зависимости от того, какой сеялкой мы будем это делать. Ну и абсолютно те же махинации нужно будет провернуть и с пятым полем после того, как оно уберется. Правда, убираться оно будет до хрена часов, поэтому все успеется. Далее, друзья, продолжаем развиваться с нашими производствами. Я все-таки решил идти по тому плану, который я составил изначально, о котором я говорил в первой серии, поэтому следующее наше приобретение будет зерновой сепаратор. Давайте, наверное, сразу же его купим, 300 тысяч он стоит, и у нас есть эти самые 300 тысяч. Я, походу, 3 миллиона набрал, ну да ладно. В общем-то, он у нас есть, занимается он у нас очисткой зерна. Соответственно, сюда мы привозим пшеницу, рожь или овес, и на выходе получаем чистое зерно или отруби. Вместимость 200 тысяч, поэтому надо будет сегодня все это дело заполнить. А также, друзья, я решил, что все-таки надо перевозку зерна делать на курсплее вручную. Что-то мне не понравилось в прошлый раз это делать. Точнее, мне это понравилось, мне в кайф. Плюс у меня, кстати, кто не знает, наконец-таки появился руль. Я теперь играю все это дело на руле, и, наверное, покататься мне будет прикольно. Но все-таки хочется все это дело автоматизировать, поэтому наша задача сегодня записать маршруты, которые будут возить лаванду на завод эфирных масел, щепу на картонную фабрику, зерно на сепаратор и вроде как и все. Три маршрута, которые нам надо будет сегодня записать обязательно, дабы автоматизировать все это дело. Я только не знаю, на каком транспорте все это делать. Наверное, на мане мы будем это все делать с вами. В общем-то, давайте начинать нашу работу. В общем-то, я проверил, все у нас теперь работает, лучок собирается. Я там чуть-чуть прошелся, и, в общем-то, давайте запускать этих ребят в работу. Они у нас пойдут первые. Маршрут, соответственно, будет обычный и три поворотных полосы у нашего комбайна. Давайте, как обычно, вручную все это дело стартанем. Включаем комбайн и потихонечку выруливаем на первую полосу. Ну и, в общем-то, пошел он у нас собирать лучок. Его, походу, будет тоже довольно-таки много. С ближайшей точки, дружище, давай, продолжай. Ну и работать ты будешь, соответственно, в спаре с маном. У тебя маршрут, как обычно, простой. Комбинированный, правда, но да ладно. В общем-то, запускаем этого товарища по маршруту, указываем ему комбайн террадос. Ну и куда ты поехал? Все, замечательно. Жду заполнения бункера. Да, эти парни смогут нас без проблем отвлекать постоянно. Будут врезаться, будет что-то не получаться. Ну, да ладно. Далее, друзья, в работу идут вот эти два товарища. Соответственно, красненький будет это все дело удобрять. У нас есть маршрут на удобрение. Соответственно, сразу же запускаем его со стартовой точки. И он, вроде как, должен все найти. А в Альтру мы, соответственно, запускаем это все дело пахать. Маршрут на три поворотных полосы, а потом туда-сюда обратно. Точно так же со стартовой точки мы и этого товарища запускаем. Неподходящий тип инструментов. Конечно, неподходящий. Ага, ты в другую сторону поехал. Я тебе маршрут генерировал в обратную сторону. Тогда генерируем другой маршрут. В другую сторону поворотную полосу мы тебе делаем. И теперь вот отсюда можно все это дело запускать. Давай, друг, со стартовой точки у тебя должно получиться. У тебя какой молодец. Все у него хорошо получается. В общем-то, эти парни тоже работают. И пока что нас не тревожит, а мы тогда поедем покатаемся. Все маршруты, друзья, мы будем записывать на нашей GCB. Поскольку она ездит самобыстро. И, соответственно, именно для транспортировочных целей, по сути дела, мы ее и брали. Ну и с помощью вот этого нашего 40-кубового прицепчика. Я думаю, будет вполне нормально. Соответственно, первый маршрут будем писать на сепаратор. И туда можно отвезти любое зерно, рожь, овес, пшеницу, ячмень. Вот, кстати, про рожь не знаю. Но в любом случае у нас есть дохренища ячменя. Поэтому будем отвозить мы туда ячмень. Или давайте, нет, давайте пшеницу, ячмень еще на пиво пойдет. Давайте пшеницу. Пшеница у нас больше нигде толком не используется. Поэтому сбрасываем маршрут, который был. Загружаем в прицеп пшеницу. И начинаем запись маршрута. Трафик сейчас выключен на момент записи маршрутов. Едем мы на сепаратор. Ну и, конечно же, на сепараторе, кроме очищенного зерна, у нас будут также еще и отруби. Как побочный продукт. Хотя хрен его знает, сколько их там будет. Я, в общем-то, думал сделать такую же фигню, как и с силосом у нас. Чтобы он ехал туда, отвозил зерно и забирал, соответственно, очищенное зерно или отруби. Ну ладно, мы потом запишем маршрут, который будет возить отруби и очищенное зерно обратно на базу. Посмотрим, чего производится больше. И оттуда будем, в общем-то, есть у меня идея, но это уже, ребята, потом. В следующей серии, наверное, когда у нас произведется хоть что-нибудь. А сейчас погнали, просто тогда отвезем пшеничку и запишем этот маршрутик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот тут у нас маршрут прерывается. Только надо вот эту кнопочку нажать. Сохраняем его сразу же. Зерно-сепаратор мы его обзовем. И, друзья, его нужно сразу же проверить на профпригодность. Один раз говорим ему ехать. И давай, друг, со стартовой точки мы, пожалуй, даже выйдем отсюда на всякий случай. Посмотреть, чтобы ты нормально загрузился. Загружается. И почему его надо проверить? Потому что очень часто случаются косяки с тем, что не разгружается на курсплее на предприятиях зерно или что бы то ни было. В общем-то, поэтому, чтобы спать спокойно в будущем, давайте сразу все это дело проверим, чтобы, в общем-то, все было хорошо. Замечательно. В общем-то, это дело у нас работает. Он выгружается, он сюда доезжает. Он, соответственно, доедет обратно. В общем-то, сюда мы, получается, 80 кубов отвезли. И пока что завод работает, мы можем заняться другими. Соответственно, ждем теперь, пока вот этот товарищ доедет до базы. И там начнем записывать другой маршрут. А пока у нас наш трактор едет обратно на базу, закончил работу удобрять трактор, который удобрял 13-е поле. Боже мой, что я несу? В общем-то, вы меня поняли. Поэтому мы перегоняем его на 31-е поле и загружаем ему маршрут поле 31 удобрения. И со стартовой точки его запускаем. А также вслед за ним запускаем и синего нашего товарища, который будет все это дело у нас культивировать. Ставим ему маршрут поле 31, посев 12 метров. И со стартовой точки точно так же его запускаем. Ставим ему разные полевые работы. В общем-то, друг, погнал. Тем временем, JCB у нас добралась до базы. Поэтому этот маршрут мы прерываем и сбрасываем. Подгоняем все это дело опять-таки под зону загрузки. И загружаем сюда уже лаванду. Ну и, соответственно, маршрут мы будем писать на завод эфирных масел. Так что, в общем-то, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok И этот маршрут, друзья, мы тоже завершаем. Сохраняем его как лаванда-зем, то есть завод эфирных масел. Соответственно, поставим здесь опять-таки лаванду. И запустим со стартовой точки для того, чтобы проверить его работоспособность. И, друзья, смотрите, какая засада. Он проехал и ни хрена не выгрузился. Соответственно, маршрут этот работоспособным считать не приходится. Мы его прерываем и, наверное, его можно даже нахрен стереть. Поэтому, друзья, этот маршрут можно даже сразу стирать. Лаванда-зем удалить. Соответственно, выгружаемся здесь и пишем еще один маршрут. Но попробуем разгрузиться с другой стороны. Я читал, что бывает именно косяк именно в этом. Не знаю почему, но, в общем-то, иногда бывает такое. С лавандой, в общем-то, у нас все заработало. Поэтому осталось только записать маршрут на картон. Соответственно, картон у нас будет делаться из щепы. Щепа грузится вот тут. Загружаем один кузов, чтобы не забыть. А то я лаванду записывал и не загрузил, в общем-то. Нажимаем начать запись маршрута и, в общем-то, поехали. На этом мы здесь маршрут прерываем и сохраняем его как щепа картон. Я не знаю, пускай будет так. Соответственно, также выставляем его немножко пораньше. Но, блин, я здесь очень сильно сомневаюсь, что это все дело у нас будет работать. Очень неудобно там разгружаться. Там задумано на разгрузку задним ходом. Плюс я накосячил там. С видом от первого лица, как-то, знаете, обзор не такой хороший. Но ничего страшного. В общем-то, мы в любом случае проверяем все это дело на работоспособность. А вось заработает-то. Загружается, в принципе, уже хорошо. Поэтому погнали на картонную фабрику. И подождем там нашего замечательного трактора. В общем-то, друзья, этот маршрут как бы сработал, но наполовину. Он почему-то выгрузился не весь. В принципе, меня это все равно устраивает. Если что, он будет туда ездить и возить. Но пускай по 10 тысяч этой гребаной щепы. Значит, 20 раз ему придется съездить, а не 5. Не суть важна. На этом, друзья, эта короткая серия подходит к концу. Я прошу прощения, что долго не выходил в эфир. И много времени прошло. Но личная жизнь иногда берет верх над виртуальной. В любом случае, сейчас вроде как все восстановилось. Все дела порешал. Поэтому мы можем смело продолжать играть с вами в нашу любимую ферму. В следующий раз, друзья, мы с вами уже купим мельницу. Купим участок под постройку мельницы. И, соответственно, отвезем туда все необходимые материалы для постройки. Плюс за кадром я засею урожайчик. Соберется весь лучок. В общем-то, все поля засеются. Ну и будем смотреть, что у нас там по заводам. В общем-то, где чего будет не хватать. Туда мы это все дело отвезем. На этом, друзья, у нас все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Впереди много всего интересного. Не пожалейте, пожалуйста, Лойсика. Вам не сложно, мне приятно. Подписывайтесь на лайв-канал, на котором у нас стримы. Они сейчас опять возобновятся. По крайней мере, у меня в планах это сделать. Был небольшой перерывчик. Плюс, опять-таки, ввиду того, что появился у меня руль, то не только ферма там будет. Будем во всякие другие игрушки играть. В частности, ЕТСка. Посмотрим какие-нибудь другие игры, где можно покататься и отдохнуть. Если я вдруг научусь играть в гоночки, то, может быть, и погоняем во что-нибудь. Просто, как оказалось, мой уровень настолько донный, что я, в общем-то, стесняюсь. В общем-то, как-то так. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо со вниманием. Всем всего доброго. С вами был Никита Дилей. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!